Их дофига на главной улице. 10.40, езжайте на подмогу. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в современном мире. Расходитесь немедленно! Последу разберёмные группы, горят сонят. Власти ожидают сегодня новые беспорядки. Былают пожары, бесчинствуют мародёры. Людей избавят. Он потерял сознание лицу севера с заработкой. В городе объявлено чрезвычайное положение. Сейчас на юго-западе США объявлен карантин. Стремление, честность, верность. Это главные ценности, лежащие в основе Umbrella. Из этих принципов мы продолжим строить светлое будущее для всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, привет всем! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами начинаем прохождение Resident Evil 3 Remake в VR. Так, сейчас VR у меня будет работать немножечко криво до определенного момента. Как видите, я не могу сейчас ни руками манипулировать, ничем. И по отношению к телу я немножко по странным положении и позиции нахожусь. Но это будет преследовать нас совсем недолго. Я это уже успел выяснить перед тем, как начать записывать. Так, да, я сейчас... Так, стоп, мне надо как-то... Так, ага. Вот так, потихоньку вращаем тело. Мне сейчас надо поворачиваться джойстиком, куда поверну джойстик, туда я и буду идти. Так, все и все эти мои мучения закончатся после моего второго посещения ванны. Вот так, сзади молния лупят. Так, как же оно подмучивает, когда ты в VR, вот не сам верзись, а джойстиком камеру вращаешь. Ну, прям, ну, напрягает. Так, как же оно подмучивает. Так, конечно, странно, это как кровавая пелена в виде кровавого прямоугольника. У меня перед глазами маячила только что. Но, наверное, дальше типа этот... Пов... Типа, больше, чем игра рассчитана была изначально. И поэтому такой эффект был. И еще три дня. И я попрощаюсь с этим городишком. Да, так, сейчас у нас какое-то, получается, 28 сентября. Escape time from Raccoon City. Так, до сих пор мы еще вращаемся вот таким макаром. Так, включим цвет. Так, нам нужно еще раз дойти до ванной. И тогда будет там счастье. Так. Многие изначально разводят панику и думают, что все, хана. Ну, как и я, в принципе. Что мод не работает, что-то не так. И это так странно. После второй части, где все было идеально. Скандачка, так сказать. Вот здесь есть вот такой вот нюансик. Но потому что вы в оригинале, как бы, ну просто в игре. Играете от первого лица в этом моменте. И вот почему-то в VR моде это работает странно. Все хорошо. Нормально все, джилл, стабиль. Нормально, симпатично, хорошее. Давайте, пошли. Так, вот и играем мы без... Странное отражение, безголовый ужас. Да, вот все. Теперь мне руки, вот все, вот тело, мы все на месте. Так. Так, давайте сначала смотрим, что у нас в квартире. Потому что, по-моему, там после телефонного звонка у нас что-то начнется. Но, нормально, и да. Да, секунду. И Васик, молочко, там он пить, и пироженки, короче, хорошо. Так. Или можете перезвонить. Так, сообщение от коллеги. Джилл Валентайн. Эй, горячая голова, как дела? Я никак не могу поверить, что Айронс отстранил тебя. Какая чушь. Да он должен медаль тебе дать за то, что ты выбралась из этого ада в июле. Конечно, ты будешь копаться и задавать вопросы. Надеюсь, ты не отличишь, что я не вмешался. Все произошло так быстро. Старс были гордостью полиции. Когда шеф распустил нас ни с того ни с сего, у меня не было сомнений, что я уже точно потеряю работу. Говорят, ты собираешься покинуть Ракон Сити. Я так и подумал, что ты не смиришься с отстранением. Просто пообещай, что будешь начеку. Брайло не будет сидеть, сложа руки, пока ты пытаешься уничтожить их бизнес. Береги себя, Джилл. Брэд Виккерс. Отряд Альфа Старс сейчас и навсегда. По скриптам пришлось подсунуть эту записку разносчику пиццы, чтобы меня не засекли. Наслаждайся. Мегами сным шиком. Это от меня и ребят. Так, это от Барри Барри. Записочка так. Перед тем, как отъезжать на этот звонок, хочу осмотреть все, что у нас есть в квартире. Так, распечатанный конверт. Они не выпускают меня из дома. Парни в окне через улицу следят за мной круглые сутки, 7 дней в неделю. Это люди Айронс, Амбреллан. Я не знаю, да и разницы в общем-то никакой. Я знаю, что они пытаются сделать. Они хотят подавить меня, замучить так, чтобы добиться согласия. И это работает. Я с трудом могу есть и спать. Я схожу с ума. Я чувствую себя хотячьим трупом. Но я не дам им победить. Мне нужно выбраться из города и найти способ привлечь их к ответственности. Конечно же, они пошлют кого-то, чтобы заставить меня замолчать. Если дойдут слухи, что меня убили или что-то... Или что они там делаются такими, как я, тебе нужно продолжить расследование с этого момента, где я остановлюсь. Мои файлы зашифрованы. Они расскажут все, что тебе нужно знать, если этот пакет не перехватить. Я уезжаю ночью через пять дней. Пожелаю мне удачи. Так. Окей. Я не совсем понял, это я... Мы кому-то написали или это нам написали. Так, записи расследования. Амбрелла. Фарматическая компания лидера отрасли в этом сегменте рынка. Сосредоточена на разработке оружия, сохраняя при этом статус фарматологической компании в качестве прикрытия. Тайно разрабатывать биологическое оружие. Вспышка Т-вируса в исследовательском центре в горах Арклей. Приспешивается инцидент в особняке. Сговор с руководством Раккун-Сити. Крупные пожертвования мэру. Ворона эффективный контроль над городом. Так, вот. Так, так, так. Лена, тут хорошая деталь. Ну, кстати, да, на третью часть, на вторую не надо было там никакие там паки HD-текстуры и прочее устанавливать. Ну, как, в принципе, их нет, я их не нашел. Ну, я пытался. Но это, в принципе, так не надо. Так, ведь очень все хорошо. Статализировано все в очень хорошем, приличном разрешении. Э, рука, вернись. Так, отчет Джилл. 26 сентября 98 года. Прошло уже два месяца после того бардака с амбрелой. Из-за временного отстранения расследования продвигается не так, как хотелось бы. Возможно, эти записи о том, что удалось обнаружить, будут последними, что я сделаю, как офицер Старс. Я лишь надеюсь, что это поможет выяснить правду. Т-вирус. Зараженный этим вирусом, похоже, становится натуральными зомби. Удалось выездить в несколько путей передачи данного зомби-вируса, описанных ниже. Так, укус зараженной особи, при котором происходит обмен биологическими жидкостями. Контакт с воронами, питавшимися зараженной падалью. Передачу воздушно-капельным путем можно исключить из-за недостаточной жизни стойкости вируса. Так. Там у меня кровать. Как-то низко. Как-то. Не? Стол. Не? Как-то какие-то эти барьеры мои электронные просели. Не, вроде все нормально. Так. Стоит отметить, что у выживших еще не проявились симптомы заражения. Пока нельзя сказать, вызвано ли это долгим инкубационным периодом, или нам просто повезло иметь природный иммунитет к инфекции. Мы должны сохранять бдительность даже после окончания расследования. Что касается меня, если не принимать во внимание некоторые трудности со сном, я нахожусь в хорошей форме. Но все-таки не стоит слишком себя надерживать. В конце концов, это может быть долгим инкубационным периодом. Так. Ага, ага, ага. Так, ну вроде бы это... Все. Так, а тут все мы... Ага, свет просто можем включить. Так, мы отвечаем на звонок. Алло. Джил, ты в порядке? Брэд, это ты? Слушай, сваливай из дома. В смысле? Нет времени объяснять. Выбирайся оттуда. Прямо сейчас. Ладно, сейчас только соберусь... А-а-а-а! А! так так же убеги так не до третьего лица странно непонятно ну ладно и грёбаный на мазис от если мы называли его просто старость пошло все время качал стартся так валим 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 да не то слово мужик это совсем хреново да и тебе хотя ты бы как-то ну мог бы еще залезть за мне сильно то кому-то чувак в этой ситуации еще можно было выжить а вот и вот и вот точно все для все совсем печально ребята у так беги беги джил так 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 мне кажется тут уже можно было приспрыгнуть на всякий случай жил беги не давать его начал ненормальный он ненормальный пожалуйста беги джил я прошу я прошу тебя беги и так так иду отражение какие-то немножечко мне это странное что это за твой да хрен знает видимо точек зуб на двух последних старцев городе тебя да на меня я отсюда валю только оглянись давай не тянуть это сильнее повязать все случилось так как это вот немножко странное отражение я вижу и вот их бы я не хотел чтобы они были мне кажется это на сейчас вот секунду прям сейчас зайдем настройки и выключим скорее все эти отражения наверное да вот то что вижу по ходу это не вот что почему что вот да нету вот этого дурацкого мельтешения да и так их не будет никаких и так понимаю вообще отражений но из-за них какие-то дебильные эффекты в реале создаются вот без них лучше так я иду я не обижать я не могу иду как иду блин атмосферно то как это вообще моя любимейшая часть резиденты было это моя любимейшая часть вот резиденты внутри ремейк конечно ужасный как по мне вот он просто ужасный особенно мне второй часть ремейка второй части особенно ремейком четвертой части вот но для ли я думаю это блин прям круто это уже так атмосферно и так как тут вообще так ребята пошли вы нахер брэд валим дверь позади беги не думай об этом нам надо бежать да ладно оба понимаем чем закончится не знаю мы ведь команда так у нас оружия нет брэда укусили все совсем плохо так дай 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 пистолет только не кусайся так носить пистолет пять патронов и нож нож бесконечный кстати я вам он тут да это очень хорошо так побежали побежали она не упала так этот урод идет так 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 кто я не не очень удобно у меня наушники сваливается с левер смотрю так так пошли мужик не в смысле может ты прав но здесь безопасно так окончательно тут склеп все можно делать вы просто хотите украсть мое убежище свое ищите дамочка дамочка вы можете успокоиться я из полиции я пришла вам помочь но получается у вас хреново хотите помочь да ты конечно конченый мужик я никуда не пойду я лучше помру здесь голоду чем пойду на корм одному из этих монстров оставьте меня покоя короче ясно всего хорошего оставайся а мы пошли дальше так позидачить и надо разбил нас патронов обоим этаж на гулок до включить старик 1915 зарядное данное чекло множество к ножик а стопа я вот так ножик быстро не достаю как во второй части так как карта открывается быстро да кстати не нужно как отдельное оружие доставать я могу типа так но также удары работают да конечно работает хорошо же сразу по умолчанию не ломающийся но я что-то закрывать вашу рукой какой молодец так все хорошо уже быстро менять блин кстати все так план неприятнее быстрее работает чем по второй части кстати раз карты карты то нет туда бы так понимаю ну да типа не могу узнать вот я че-то пропустил нет нигде было принципе пропустить давайте на всякий звучит а в оригинале в оригинале я помню вот сюда можно подниматься и там еще сейврум находится вот вот там он сообщил собака а ну а так что ли не видал вот полик туда геймси дальше вот так ребята давайте только это не кусаться какой ты слюнявый так и вот вперед бежали можно как-то вот ребята я вас обижал просто и все и патронов и чушек и здоровья не тратить на вас ногой джилл как-то уворачиваться может как-то еще что-то тут в третьей части это что в оригинале было что как бы ну в ремейке по-моему сохранила как-то джилл по-моему может изворачиваться за тех пупырей какие-то вяли буду делать я вообще не понимаю а вот да у нас есть отскок вот так я просто его нажимаю назад отскакиваем ооо это хорошо больше по-моему ничего нету так все вперед Извини. Ну давай, заводись, твою мать! Моя очередь, сучка! Субтитры создал DimaTorzok Так, мы как-то по странному ползем назад, это глюк из Viara. Эй, полегче, девушка, я помогу. Кто вы? Что вы делаете? Зовут Карлос, я вас спасаю. Идем, я отведу вас в безопасное место. Видимо, отстал от нас. Уж надеюсь. Мы собираем здесь людей. Где я здесь? Мои ребята переделали пару вагонов в убежище. Здесь безопасно. Я в порядке. Личное пространство. Ладно, понял. Пойдем. Серьезно? Какой придурок их закрыл? Прости, но придется в обход. Что тебе известно об этом монстре? Так, сейчас я за тобой пойду. Так, конечно, такое круто. Как же круто наблюдать это все в Viara, как перед тобой все эти замесы синимайзисом и прочее. Блин, вот как-то как-то все проще, как-то глажи и прикольнее работает. А я где-то слышу. О, а я тебя услышал. В третьей части поставим со второй в Viara самому. Это, блин, без Viara-то и вторая часть идеально работает. Там, 180-200 фпс на ультрак с RTX в 2к. Все, позволяю. Но вот, в Viara все совсем не так радужно. Виде, не зря вернулся. Здесь вот этого коллекта был. Можно было разбить этого. У чувачка голова осталась. Вот, блин, ну как же, блин, атмосферно. Вот этот ракунт сети. Именно вот, не знаю, в моем сердечке, как говорится, больше всего занимает место третьей части серии Redmond Evil. Хотя, вот, опять же, я крайне недоволен ремастером. Крайне, по-моему, ее максимально порезали, изуродовали, испортили. Вот, и все, что можно сделать, плохого с ней сделали. Я не знаю, как так можно было сделать, когда вы во второй части сделали. Все довольно хорошо, классно. В принципе, вообще очень годно. И это был такой, наверное, один из самых годных ремейков до выхода, опять же, от вас же ремейка четвертой части. И прям вообще все шикарно. Блин, хорошая детализация. Да, все, очень все читаемо по большей части, как бы, смотрибельно. Прикольно. Так, ладно, все. Давайте двигаться дальше. Так. Все, вперед. Надеюсь, как бы и на записи все будет, как бы, получше, чем во второй части. Тормозок не получит. Тебе такие не нравятся? Перебивать, хорошо. Нет уж, спасибо. Он весь твой. Поверь, ты попала в надежные руки. Я из Амбреллы, отдел противодействия биологическим угрозам. UBCS, если коротко. Ты прикалываешься? Ты, блядь, прикалываешься? Это все случилось из-за вас. Воу, 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 воу. Ты о чем говоришь? Мы тут просто людям помогаем. Что не так с Амбреллой? Что не так с Амбреллой? Господи. Ваша компания заразила абсолютно всех. Эм, немного не понимаю, о чем ты. Доверять мне не обязательно, но я иду в убежище. Ты со мной? Давай, нам сюда. С тобой, с тобой. Почему это вяри, скваживание такое-то, не знаю, на тенях. Все такое, в тени, где волосы, все такое. То есть, сеточка немного. Вблизи, в принципе, на других объектах такой проблемы нет. А вот именно где тень, и то как тень, ну вот. Не то, чтобы вся тень. Короче, места не все какой-то закрыли, как-то сеть, что-то я как-то. Это и во второй части был такой прикол. Это именно за VR, вот это вот какого-то вот. Совмещение, наложение этого мода. Ну да ладно, вперед, все, хватит для катера. Блин, как же круто здесь, а касаться в реальности. Так. Нас отказали. Руки. А не, вот опять они включились. Почему-то порой это бывает, я не знаю, как-то. Я так бывает, как-то двинул по-странному. Они раз, и выключились. И это не глюк, потому что кто-то хвастнул, и они включились. Даже работа никак, типа, выключается. Я говорю, за каким-то жестом, я просто об этом не знаю. Эй, капитан. Этой красотке не помешала бы наша помощь. Кэрлос, ты даже не спросил у красотки, как ее зовут? Она элитный боец специальной тактической службы полиции. А зовут ее, вроде, Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS, Михаил Викторов. Мою команду послали спасать гражданских. Ясно. И как успехи? Город полностью отрезан от мира. Изолирован. Большая часть всех граждан мертвяки. Или точнее, ходячие мертвяки. Мой взвод уж сильно потыпал. Даже их уберечь мне не под силу. Можете благодарить за это свое начальство? Да, но мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то сможем эвакуировать выживших. Но нам нужна помощь. Мои ребята одни не справятся. Хорошо. Я помогу. Но я на их стороне. Не на вашей. Да ладно. Все нормально. Мы все заодно. Спасибо, Джилл. Ладно, Суперкоп. Вот, держи. Это чтобы оставаться на связи. Я умею пользоваться рацией. Так. Первое на первое. Так. Теперь нужно снаряжение. Поднимайся наверх. Найдешь там припасы. Ну ладно. Хорошо, окей. Сейчас поднимемся. Сначала осмотримся, что у вас тут. Может, что интересного. Автоматик бы мне пригодился. Обалдеть, капитан. Вас прям кусок оторвали. Ну да, капитана надо хорошо подлотать. Я так, споряем, забрызгивать, все делать. Я так, вообще, хорошо, что я третью часть как раз-таки пробежал на войне ненависти к ней и хейта к тому, что сделали из оригинала в ремастере. Вот, практически, ни хрена не помню. И практически, не нашел такие детали внимания. Вот так, спрейчиком полечил так, как положено. Так, люди там сами по себе. Так. Порох в полевых условиях. Инструкция UBCS по приготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патроны, пушка превращается в бесполезную пукалку. Не хочешь сдохнуть, запиши себе на подкорку эти формулы. Пули для пистолета. Два пороха. Патроны для дробовика. Порох плюс высококачественный порох. Патроны для револьвера. Два высококачественных пороха. Подготовились и вперед. Накорми мертвяков до отвала. Главное, самим не пойти на десерт. Ну, это понятно. Короче, по порохам. В принципе, все как и было. Блин, отличная детализация у текстур. Красиво все так. Ну, не совсем. Вот это, конечно, я уже не прочитаю. Ну, а так-то вообще все прям. Четко, зачетно. Вот красиво, прям так цветасто все выглядит. В принципе, больше это, что я говорю, решетчато. Большая проблема, это вот на волосах. Я смотрю, на волосах этого персонажей. Прямо жить в эту поверхность. Рассеиваемый, наверное, на исключение. Бог, что тут многие опты здесь довольно криво работают. И вот. И так хотелось бы. Ну, и на этом огромное-огромное спасибо тому, кто делает эти моды. Или тем. Так, что у нас тут? Первая полоса желтой газеты. Каннибалы-убийцы. Неаппетитная история. Думанным утром 25 сентября в полицейском участке Ракуна-Сити позвонил заново на горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растепленный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэнст. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное и расчлененное тело женщины, покрытое следами множество укусов. Очевидно, несчастная была съедена. И это третий подобный случай в Ракуна-Сити за последний месяц. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в Ньюс Комет вложит чувство, что больным так называемой каннибальской болезнью, которых по идее саму бесплатно лечат в Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправились в Спенсер Мемориал за правдой и вернулись в добычу, от которой у вас, дорогие читатели, волосы дыбом станут. Подробнее на следующей странице. Но следующие страницы нам почитать не дают. Так. Так, это я типа все прочитал? Все нашел, больше тут Кучевой, нема. Джил, это снова я. Ты уже поднялась? Да, почти. Какой у нас план? Лично я расчищаю рельсы. А ты пробуй включить электричество в метро. Сбукатрация не идет. Тебе нужно добраться до электростанции. Как выйдешь на главную улицу, скажу, куда топать дальше. Хорошо. Работаем. Так. А карту нельзя никак взять, да? Странно. А я смотрю, у меня как бы, ну, кнопка действия, походу, на... Ну-ка, минутку-то. Да нет. Соответственно, кнопки, кстати. Почему там А было вот здесь? Есть. Короче, ясно. Мне кажется, во время того, как я отномезился там в машине, ну, отклацался, я отклацал, а... По факту здесь это вот... Пая. Ну ладно. Дважно. Чтоб, что я делал. Так, а вот, травки, пороха. Все, все, надо. Так. Ну, конечно, привычка после второй части, я теперь хочу, ну... Гриб этот... Нажимать на левом джойстике, чтобы мне сразу достался нож. Тут нет, тут его надо брать, доставать. Так. Так, ключи надо, я не могу. Повтори сюда. Сейв, сейв, это хорошо. Так, давайте сразу засыпемся, мало ли выкинуть, дай бог. Что, сначала скажут, начинайте. Вот, заходка с часами. Я, наверное, даже смогла включить в эту штуку, если вы знали. Что-то ты как. Да, что, как. Река мне надо принести, Джим. Это не так сложно. Могло бы быть. Так, тут у нас никаких там бонусных материалов нету, нету. Это хорошо. Давайте хранить, хранить. Хранить, это, наверное... Объединить. Это, как бы, вот наша печка основная. Патроны на пистолет. Не, ну, конечно, мы можем сделать прямо сейчас с пороха, но... Может, у нас меньше обоймы-то, по сути. Но... Но... Я бы не спешил. Хотя, суть, я бы не спешил, потому что мы здесь, скорее всего, найдем сейчас еще пачку патронов. Ну, нет, мы ее пока не нашли. Ну, да ладно. Так, что у нас так? Таравы в полевых условиях. Так, учебник травоведения UBCS. Мы в UBCS не терпим нытикам, которые ползут на базу после каждой царапни. На что они сразу к мамочке. Те, кому обрыдло материнское молоко, пусть понимают эти рецепты. Мощная микстура. Зеленая трава, две штуки. Микстура максимальной мощности. Зеленая трава плюс красная трава. Либо зеленая трава, три штуки. Вот. Целебный спрей. Сам... Самостоятельно его не приготовить. Увидишь, бери. Пока все. А теперь заканчивай и пошли пить пиво. Короче, зеленая трава плюс красная трава. Это максимальная мощность. Ну, мы все такую птичку и сделали. Вот. Фотография с тремя молодцами на фоне этого. Мне как будто подсказка, это типа, должно знать или нет? Так. Кайт, брос. Крэф. Все, позже. Все ясно. Так, давайте еще раз засейвимся. Так, мы пройдемся. Чего-то нас ждет впереди. Воу. Еще вышившие. Надо завести уже этот поезд. Слышите, ты. Вот так вот. Да, патронов-то немного. Я, кстати, нету. Так, кто тут будет, что вставать не планирует? У нас пакетов вылазить, не? Мне будет патроны не помешали. Там в машине можете мне у вас где-то лежать, не? Так, а что тут? А, из-за этого красота. Ладно. А вот патроны. А там чья-то тень. Кто-то кого-то жрет. Так, все, теперь нормально. Теперь хорошо. Патроны теперь есть. О, 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 лезут они, лезут. Чувырлы. Так. Тут здесь не надо ничего зажимать, когда я следую. У нас просто выбрал и машин. Что-то как-то у вас тут руки-ноги, по-моему, правда, не отрезает. Не отсекает. Да почему? Так должно быть? Нормально? Покажу, что вот так вот. Ладно. Потом нам все не то, чтобы радужно. Тебя тоже, на всякий случай. Так, стол, ты тут? Ну, в принципе, да, вот он. Ты тут. Так, пассажир. Увались и не хочет. Блин, атмосферно, как тут атмосферно. Это, блин. С вами не передать. Так, а будто ты на самом деле здесь. Каждый раз так, с Вианом. Охрененно. Слышь, ты. Ясно. Ну, тут. Красавца. Блин, я клацаю, типа, что-то взять пытаюсь. Джилл начинает свои тут вот эти, увороты. Мансить. Мансить. Так. Тут закрыто у нас. Ага. Ага, вон проход. Так. Так, ну, я тебе как бы режу что-то это, в самом деле. Нет? Да? Ладно. Так, в этом это. Фильм на небоянте, ребят. Вы, я смотрю, прям разошлись. Что какие-то все зомби? Это неактивные, так сказать. Ну, не в том плане, что вы не встаете. Но у вас даже что-то порезать нельзя. Как-то пока расчленен ко мне-то... Во второй части, кажется, получше. Так, корох. Так. Угоним на карту. Так, дверь с цепями. Видишь, сейчас ему с висячим замком. Карлос, не на главной улице. Куда дальше? Трансформаторные вышки, видишь? Электростанция как раз там. Доберешься туда через переулок справа. Через переулок, в котором пылает огонь? Наверное. Но такой горячий штучки, такие огоньки не помеха. Иди в жопу. Так. Ребята, ну-ка. Нож. Все, один удар. Ты ближе не хочешь подойти, не? Не, ну как-то. Ладно, как хотите. Так. Тут не нужен, ну... Надо потушить огонь. Огородный гидрант, наверное, да? Ну, как бы да. Его надо где-то взять. Сейчас, ребята, опрокину, да? Запор. Вы маленько странно это сделали. Так. А ну-ка, давай-ка. Ребята, ближе, ближе, ближе. Так. Я всех завалил? Вроде всех. О, вас там еще... Немало. Так. Ну, зато проход свободен. А если вот бочку не использовать, патронов... Можно, я так понимаю, до хрена потратить. Так. Ну, шо там... Чем вы там занимаетесь? А если вот вы тут выстрелите? А если вот вы тут выстрелите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... Как бы вас, конечно, застанело. Я одного смог порезать, но... что-то вы сильно по этому поводу не расстроились я не на 1 и завалил надо понимает а мне типа вас станет чтоб я мог пробежать да это так показалось и так ну я пока схожу сюда для ночи у нас здесь а там он харчит зараза кого-то так шоколадская трава и так так вот этот это что-то хочет это то что-то хочет ой родная один патрончик был лишний ты мы зря я бочку эту взорвал мой бы нам еще пригодилась мишу с 1 мазису тихать где только можно насколько я помню да короче читают не пока уже только я похвалил как-то как все работает сми со второй части есть минус ну как бы рок-доу зомби и расчлененка ну вообще никакие просто нет после то что сделано во второй части это как-то странно сезон прописки такие же так это мы открылись сразу так залез вот еще это лестнице круто залей то нельзя вот особенно вот здесь ясно так эти там шагают по просторам так так дневник владельца аптеки 24 августа новый тоник для волос от амбрелла просто сметает с пола хотя не удивительных продукты всегда работают на ура вот я и заказал большую партию уверенности уверенность окупилась буквально продажи растут и вырастут еще когда все узнают поговариваю что где-то случился беспорядки надо подумать не купить ли сейф для кучей сохранности такой кучи денег 2 сентября новый сейф идеале никто не знает код даже моя дорожайшая женушка этот секрет я разделю только с королевой аквакюр а она никогда никогда не скажет его ворам королева аквакюр королева аквакюр поможет нам узнать пароль наш к этому сейфу к нашему сейф будет сказать не к нашему содержимое будет наша так у меня уже занятия уже не дочек засоряется о-о-о-о сышу кто-то тут сопит сопит кто-то тут у нас да может и упадешь уже а негодник так о зачем это делаю но ладно это все больше тут ничего собственно и нету вроде как а кстати фонарик у меня налобный как леон его в руки не ношу а вот и потрошки здесь у нас все завалено у нас веселые улицы нашего городка да иди ты я пока с вами тут сражаться не собираюсь а ты где-то мимо да пошел и наш испугался фух я решил пробежать я сейчас вот этим спину забегу правильно так это с переводом эту песню добавь так давайте я тут это дрм подальше убегу за край страйков накидаю за эти песни мне так все покрытие патрону так много подобного нормально так скидываем все лишнее ненужное здесь у нас нет нашу рука того словатая коробочка окей смотреть предметы сейчас смотрим вот у нас и красный камень это первый из камней которые нужно ставить вот туда он отсвечивает вот те часы циферблат мы видели вначале так сюда и сейвимся так ну что друзья на этом мы будем завершать нашу первую серию в принципе все вроде бы идет гладко все нормально ничего не лагает не тормозит и глючит а надеюсь все так будет и на видео и на записи и мы с вами пройдем и третью часть также как прошли вторую но надеюсь в этот раз это будет все более оперативно быстро и схвачена с моей стороны естественно вот надеюсь вы составите мне компанию в моем путешествие на просторах resident evil 3 и если вам все понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и если желание пообщаться обязательно пишите свои комментарии жду от своих следующих видео а сейчас всем удачи всем пока